Арт-де-Франц, Росбют-Продюксион или Монстр представляют Мифы Древней Греции Орфей. Невозможная любовь Режиссер Сильвен Бержер Я режиссер Давным-давно жил на свете гениальный музыкант Говорят, его голос обладал волшебными свойствами Сладкий, как мед Сильный, как самый прочный из металлов Бархатный и обволакивающий Он трогал сердца простых смертных Даже сердца самых суровых мужчин Орфею достаточно было коснуться Полинские камни и скалы шатались И поднимались из земли, чтобы послушать его Говорят даже, что иногда вечерами Восхищенные боги собирались на вершине Олимпа Чтобы послушать его пение Тем не менее, Орфей сам не был богом Но имел божественное происхождение Он был сыном музыкалиопы Покровительницей поэзии и красноречия И царя фраки Эагра Когда он родился, бог света, покровитель искусств Аполлон Оставил лиру у его колыбели И не простую лиру, а волшебную Ее звуки завораживали У нее было девять струн В честь девяти мус Этого... Ну то есть он бездарное чумо Просто у него охуенное, блять, магическое дерьмо Достаточно, чтобы о новорожденном пошел слух А не сын ли он самого Аполлона? Орфей рос под присмотром мус Это они все вместе учили ребенка Играть Дима там оставалась пара минут И на реакциях полные версии Писать Сочинять И петь Орфей быстро все схватывал Еще ребенком он пел так Что даже деревья древних лесов Пускались в пляс Об этом помнят старинные дубы Греции А некоторые из них Словно застыли в своем последнем танце Его гениальная песнь Славит рождение мира Происхождение богов и людей Она призывает человека к высоким целям И указывает путь К этическому образу жизни Орфей растет Его талант мужает вместе с ним Но молодой человек жаждал приключений Он мечтал о путешествиях О сказочных подвигах И вот он пустился в путь Везде, где он появляется Мужчины и женщины встречают гирляндами цветов И приветственными возгласами Они боготворят его Однажды, придя в Фессалью Он узнал, что некий Ясон Готовится к плаванию за магическим предметом Золотым руном Это руно на самом деле Шерсть крылатого барана Хрисомала Многие годы руно находится на Бля, Глеба напоминает Пиздец В тубе в священном лесу Где-то на краю света В Колхиде Орфей был очарован Историей этого руна И сочинил о нем песень Как это загадочное золотое руно Попало на другой конец света Так далеко от Греции Причиной стала Семейная драма Царевича Фрикса И его сестру Гелу Не взлюбила жестокая мачеха Она страшно ревновала мужа к детям Оставшимся от первого брака И решила избавиться от них Заставив их собственного отца Убить их Чтобы избежать смерти Фрикс и Гела Стали молить Зевса Спасти их Тронутый их мольбами Владыка Олимпа Жалился над детьми И послал им своего крылатого вестника Хрисомала Барана с золотой шерстью И золотыми рогами Дети сели на него верхом И полетели к Колхиде Увы, во время пути Любопытная Гела Слишком сильно наклонилась И упала в море У самого входа в понт Эвксинский Который с тех пор Стал называться по ее имени Гелеспонтом Прибыв к Колхиду Фрикс принес барана В жертву Зевсу Он повесил золотое руно На священный дуб Украсть его было бы просто Если бы царь Правивший той страной Не поручил его охрану Страшному дракону Чудовищному животному Которое изрыгало струю пламени Которое сжигало всякого Кто осмеливался к нему Прикольно Я, кстати, не знал Как именно появилось золотое руно Вот как оно именно Вообще Высоралось, блядь Само по себе Приблизиться Но что и сонут драконы Или другие адские создания Ему всего 20 лет А в этом возрасте Не знают страха Ничто не помешает ему Добыть это мифическое руно Ибо на кону Стоит царство И не какое-нибудь царство А его собственное Если он добудет руно Он вернет себе трон Ему известно, что все, кто рискнул Расстались с жизнью Это страшное Полное трудностей путешествия Орфей, зная о всех опасностях Предложил Ясону свои услуги Ясон сомневается Чем сможет ему помочь музыкант И даже ху... Сука, он принес в жертву Зепсу его же барана Дать в долг Деньгами того, кто занимает их Ха-ха-ха Куже того, поэт Ему скорее пригодился бы воин Или умелый моряк Но Орфей настаивал Его лира, дар Аполлона Поддержит усилия грибцов Пообещал он Его стихи вдохновят сердца товарищей В моменты отчаяния Наконец Ясон соглашается Осталось только найти корабль И вот они находят Арго Названы по имени его строителя Аргоса Громадное судно Экипаж будет составлен из элиты Героев и знатных юношей Явившихся со всех концов Греции Чтобы принять участие в походе Ясон выбирает из них 52 аргонавта Великое плавание началось Плавание, из которого никто бы не вернулся назад Не будь на борту Орфея И все аргонавты это понимают Они сохранили память о чудесном музыканте И его песнях С первого до последнего дня Орфей своим пением успокаивал буря Гасил вспышки гнева среди экипажа Задавал ритм гребцам И находил слова, чтобы укрепить их силы Орфей заставил отступить скалы Симплегады Когда те надвигались Грозя раздавить судно Он зачаровывал Быть своими песнями страшного дракона Охраняющего золотое руно Да и это еще не все Мы уже на обратном пути Ночь почти наступила Арго приблизился к берегам неизвестного острова Поднялся ветер Море стало беспокойным Вдруг стайка прекрасных Обворожительных девушек Появляется из воды Они начинают медленно плавать вокруг судна Затем принимаются петь Это странная песня Медленная, протяжная и заунывная Она поднимается ввысь в небо На котором зажигаются звезды Вскоре зачарованные моряки Готовы броситься в море К этим демоническим созданиям Их называют сиренами Мужикам лишь бы поебаться во все времена Какие же они блять жалкие Что одна религия обещает 40 девственниц там или сколько Что блять у моряков свои были мифы Про сирен блять и русалок Которые с ними ебаться будут Просто все крутится вокруг ебля Несмотря на соблазнительную внешность Сирены очень опасные существа Полуженщины, полурыбы Они могут жить Пока им удается своим пением Препятствовать смертным продолжать их плавание И в этот момент Орфей решает им помешать Он хватает лиру и сам начинает петь Петь столь чудесно, столь чисто, что заглушает пение сирен Вот на георфей выебал моряков Конец Не веря своим ушам, сирены замолкают И исчезают Арго спасен Говорят, сирены покончили с собой Придя в отчаяние от того, что их превзошли Однако эти создания еще встречались там Несколько поколений спустя Когда в тех водах появился Одиссей Когда эпопея с золотым руном закончилась Орфей предпринял новое путешествие Он отправился в Египет Где его приняли жрецы Мемфиса Он оставался там 20 лет В Египте Орфей открывает для себя новые обряды посвящения Он проникся уважением к новым божествам Не отвергая, тем не менее, олимпийских богов Опираясь на свои новые знания Орфей дает начало новому мистическому течению Своих многочисленных адептов Он призывает отказаться от мяса Для богов эта рекомендация выглядит как настоящая провокация Когда-то мятежный титан Прометей Призвал людей питаться мясом ради собственного выживания Прометей внушил человечеству страх голода и смерти Своим отказом питаться мясом убитых животных Орфей нарушает Древние Заветы И ставит под вопрос всю политико-религиозную систему Созданную Зевсом и Прометеем Орфей порывает с определенным типом общения Испокон века установленным между людьми и богами Но встреча с прекрасной эвредикой знаменует решительный поворот в судьбе Орфея Ну понятно Мясо это вредно Блядь вот просто Вот реально встретил бабу и понеслось И понеслось Поешь салатика мясо это вредно Ага, ага Убийство животных нехорошо Да, понятно Вот это гораздо более здоровые пищи Вот фрукты еще что Да, да, конечно Однажды утром Орфей прогуливался по опушке леса Солнце сияло Небо поражало голубизной И вот она здесь Эвредика Эвредика Дриада Одна из нимф, живущих среди деревьев в рощах и лесах Орфей, доселе почти нечувствительный к женским чарам Поражен в самое сердце Эвредика та, о ком он мечтал всю жизнь Она его двойник Воплощение его самых сокровенных мечтаний Песня, которую он еще никогда не пел Когда Орфей делает ей предложение Эвредика не думает колебаться Она соглашается Наступает день свадьбы Орфей приглашает на нее всех богов Все приходят Но в самый разгар праздника Происходит очень странное событие Которое сначала никто не замечает Хотя в воздухе нет ни малейшего ветерка Пламя факела у бога Гименнея Который отвечает за благополучие брака Начинает дрожать И, наконец, гаснет Зловещее предзнаменование Проходят месяцы Любовь Орфея и Эвредики была безоблачно до того дня Когда случилась ужасная трагедия Сидя в тени раскидистого дуба Орфей сочиняет поэму Неподалеку на лугу танцуют нимфы Время счастья и беззаботности Эвредика удаляется от подруг И гуляет вдоль тихо журчащего ручья Через несколько минут она входит В пронизанную солнцем рощу И ложится отдохнуть Среди цветущих анимонов Едва она засыпает Появляется молодой пастух Его зовут Аристей Он ослеплен красотой Эвредики Он делает несколько шагов Склоняется над ней, чтобы лучше рассмотреть Но когда он пытается ее обнять Эвредика просыпается и испускает крик Охваченная паникой Она вскакивает и бросается бежать Она бежит И на бегу не замечает змею, ползущую через дорогу Быстрая, как молния Змея делает выпад и жалит ее в лодыжку Пошатнувшись, Эвредика падает в высокую траву А там энцефалитные ключи И после этого она умирает Когда Орфей находит Эвредику Она уже мертва От крика, который испускает Орфей Дрожат деревья и разбегаются нимфы В отчаянии Орфей не может примириться с потерей той, Кого он любил больше всех на свете Раз смерть украла у него Эвредику Он последует за ней в царство теней Орфей решается на то, на что не решался до него ни один смертный Спуститься в преисподнюю В то место, откуда никто никогда не возвращался Орфей берет свою лиру и отправляется в путь Он проходит через унылые мрачные пространства Пересекает смрадные долины Полные курящихся фумарол Он огибает глубокие озера, кипящие серой И не без труда достигает зловонных болот реки Ахерон Которая немного дальше впадает в ужасный Стикс И тут Орфей видит, как из мрака появляется паром старика Харона И вот сначала перед неумолимым перевозчиком через реку Стикс Затем перед Цербером, трехголовым псом Который стережет врата подземного царства Орфей принимается петь Его пение было столь прекрасно, столь совершенно, столь волнующе Что очарованные Харон и Цербер соглашаются его пропустить Орфей все дальше углубляется в страну мертвых И вот он предстал перед владыками преисподней Всемогущим Аидом и его супругой-царицей Персифоной Орфей смиренно склоняется перед ними Затем снова касается струн лиры и начинает петь о своей тоске Его большие серьезные глаза устремлены на Персифону Печальная история, которой ему известно В конце концов она тоже пережила жестокую разлуку Когда Аид похитил ее у матери и унес сюда, в преисподнюю При звуках жалобной песни Орфея Всех обитателей Тартара вдруг охватывает необычайное волнение Данаиды перестают наполнять водой бездонную бочку Сизиф замирает у своего камня Тантал даже не пытается приблизиться к вечно уходящей от него воде А колесо Иксиона прерывает свое бесконечное вращение Все в этом мире бесконечной скорби кажется тронуто песней поэта Сами Аид и Персифона были взволнованы до слез Хорошо, говорит Аид Ты можешь забрать Авридику Но при одном условии, которое в этом царстве закон Ты должен будешь идти впереди своей супруги по узкой дороге, ведущей на поверхность И ни разу не обернуться к ней Ни разу Пока не выйдешь на солнечный свет Орфей без ума от радости соглашается Но он не ведает, как все это закончится Орфей возвращается по той же дороге Он идет впереди В нескольких шагах позади него держится Авридика Он идет не в этих художественных интерпретациях Оглядываясь Друг за другом они идут в тишине Которую не нарушает ни один звук Орфей и Авридика поднимаются по крутой тропе, усыпанной камнями Перешагивают через зияющие провалы Утопая в густом тумане, они по краю огибают страшные пропасти Свет близок Еще несколько шагов И они увидят первые проблески дня И вот в этот момент Когда они уже почти у цели Орфей оборачивается И смотрит в глаза Авридике Несчастная Авридика растерянно отступает В отчаянии протягивая руки к Орфею Чтобы он удержал ее Но поздно Рыдающую Авридику подхватывают невидимые руки Она исчезает во всепожирающем мраке Орфей бросается назад Он погружается в бездонную тьму И на этот раз падает к ногам владыки преисподней и его царицы Он умоляет их Отщадно Это невозможно, отвечает Аид На этот раз мы ничем не можем тебе помочь И Орфея Препровождают на поверхность Зачем же Орфей уступил искушению И посмотрел на Авридику? Почему? Эта загадка так никогда и не была разгадана Но она ясно свидетельствует о тех трудностях С которыми иногда сталкиваются смертные Когда кажется, что все достигнуто Когда самые тяжелые испытания преодолены И остается совсем маленькое Незначительное, банальное препятствие Человек поддается соблазну и все рушится Таким образом, поступок Орфея Символизирует собой наши несостоявшиеся встречи А также узы любви или дружбы Которые мы не сумели сохранить Вернувшийся из подземного мира Орфей Светозарный Орфей Гениальный музыкант Несравненный поэт Стал похож на призрак Он безутешен Он решает удалиться от мира И остаток дней провести отшельником Это те лохи на финише, когда выебываются на велике, например, да? С тяжелым сердцем, едва живой Ночи напролет Орфей смотрит на звезды Ожидая знака, который так и не появляется Бесконечная печаль снидает его душу Он сочиняет невыразимо печальные мелодии И меланхолические гимны Однажды Менады, буйные спутницы Диониса Схватили Орфея, потому что он отказывался петь И танцевать вместе с ними Эти одержимые женщины, поклоняющиеся Дионису Больше не могли слушать его стенаний В припадке безумия они разорвали его на куски Ослепленные яростью, Менады отрубили голову Орфея И бросили ее в реку И случилось чудо Отрубленная голова несчастного Орфея Плыла по воде Продолжая петь об утраченной любви И течение уносило ее к морю К острову Лесбос Узнав о смерти Орфея Звери в лесах заплакали Опечаленные птицы перестали петь Огромные дубы и мощные липы Скинули листву и надели траур Ручьи и реки вышли из берегов Переполнившись слезами Верные музы собрали разрозненные части тела Орфея И похоронили у подножия горы Олимп Лиру поэта они отдали Зевсу Он взял ее И поместил рядом с собой в вышине Посередине звездного неба Чтобы почтить память несчастного влюбленного И сохранить гармонию вселенной Благодаря ее чарующим звукам Из легендарного инструмента Орфея В котором воплотилась его душа и его любовь Родилось созвездие Им и сейчас можно любоваться по ночам Когда небо безоблачно Это созвездие Лиры Ковжи, блядь, ебаные, блядь, да? Блядь, охуенные мифы Древней Греции Чат, если что, потом я нарою Может быть, ну, или мне кто-то поможет Посмотрим эти мифы Скандинавии и так далее Субтитры создавал DimaTorzok